Здорово, комрады! Короче, я начал посматривать квартиры. Да, опять у нас такая невыносимая сейчас... Опять, знаете, похолодало наши ублюдочные соседи! Это я, чтобы они услышали специально. Реально, ублюдочные люди, которые не хотят думать о том, что вокруг них еще кто-то находится. И вот такие дела. Ну, еще и, конечно, вы знаете про это прекрасное строительство этого дома, которое не выдерживает никакой критики, и люди в таком жить просто не должны, я считаю. Но, окей, это все преамбула к тому, что я открыл опять сайт Ядштайн. Знаете, я даже хотел вам записать, как бы, вот, знаете, сделать вот снимки экранов там и так далее, но это слишком все вот муторно входить в это. Я вам сразу итог, вот давайте я вам подытожусь. Значит, дорогие новые репатрианты, ну, потому что все, кто здесь и так уже знают, да, о том, что здесь происходит. Вот давайте, я именно новым репатриантом сейчас буду задвигать свою телегу для того, чтобы вы лучше понимали, с чем вам придется столкнуться, когда вы приедете сюда, в прекрасную страну развитого капитализма. Молока и меда, это не наше выражение, может, он запатентован. Да ладно. Во-первых, этот сраный сайт Ядштайн, который уже, не знаю, знаете, как анахронизм какой-то, как будто бы вы идете на раскопки, раскапываете какие-то мамонтовые кости, и на них какие-то есть записи, знаете, там, типа, продам квартиру. Вот это вот мне напоминает Ядштайн. Вы как будто бы на каких-то, сука, скрижалях все это смотрите и перебираете вот эти вот таблички, потому что куча рекламы, которая лезет вам просто в глаза, выедает, да, нормальная как бы карта, типа, просто, понимаете, я просто беру и сравниваю с сайтами, с которыми нам периодически приходится сталкиваться, в Киеве, да, с киевскими сайтами. Вот мы едем там и подыскиваем себе квартирку, чтобы там жить, поэтому тамошние сайты я знаю очень даже неплохо, ну, кроме там AirBnb. И у меня и там есть нарекания, и не могу сказать, что там как бы все, все отлично, но вот это то, что у нас тот Ядштайн, это просто, не знаю, гори синим пламенем в аду, вот это вот. В 21 веке такого быть просто не должно, потому что эта карта нормально не работает, по ней искать ничего нельзя, если ты куда-нибудь зашел, ты не можешь сразу переориентироваться по карте, тебе нужно сделать назад, 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 выйти как будто бы по иерархии назад в меню, и только потом за... Короче, это сложно объяснять на пальцах, но как будто бы это делал человек, который никогда в жизни не видел интернета. Есть сейчас уже сайты, которые пытаются составлять конкуренцию, уже не первый год, я зашел, посмотрел, думал, может быть там что-то другое, во-первых, выбор там один и тот же, видимо, одни и те же риэлторы, одни и те же как бы продавцы, там не знаю продавцы, почему продавцы, ну те, которые, короче, занимаются этими делами, они постят просто везде, или же просто эти сайты подсасывают информацию с ядштайм, я без понятия, то есть в основном одни и те же объявления, или же их просто там меньше, поэтому смысла там сеть никакого нет, плюс ко всему, если бы эти сайты были лучше, то я бы попробовал бы ими пользоваться, но они, честно говоря, только хуже, потому что куча текста и вот такие малипусенькие, знаете ли, такие картиночки малипусенькие, с которыми я понимаю, что я в очках, но я, мне кажется, очки заработал именно вот из-за таких вот сраных сайтов, на которых вы просто не можете увидеть ничего. Сделать внешний вид сайта, чтобы у вас был поиск, знаете, плиточный по картинкам, вот вы сразу видите картинку и там тыкаете в нее, нет, нельзя, нет, нельзя. В Ядштайм это было можно и вот сейчас я, видимо, из какого-то подменю пытался это сделать, не нашел, плюнул. Ладно, идем дальше, сайты, хрен с ним, ну цены тоже уже, хрен с ним, рынок есть рынок, да, что делать. Но когда ты смотришь, какие фотографии выставляют прекрасные хозяева квартир, ты просто не понимаешь, то есть у тебя сразу ощущение, что это какие-то пещерные люди собрались и просто постят друг к другу свои пещеры, иначе это назвать никак невозможно. Доходило до такого, что я сегодня видел фотографии, которые сделаны на телефон с реальной распечатанной фотографией, то есть, видимо, у кого-то есть напечатанные фотки из своей квартиры, и он это перефотывает на телефон с плохим освещением и бликами. И понимаете, эти квартиры, они стоят там ни 100, ни 200, ни 300, ни 500 долларов, эти квартиры стоят на секундочку от полутора до двух тысяч долларов. Тот промежуток, который я себе брал, чтобы понимать, что происходит с рынком. Конечно же, квартиры нам заодно показывают со своим говном, со всеми своими прелестями говна, чтобы сразу было понятно, что вы снимаете. Смотрите, вот смотрите, вот у вас за полторы тысячи долларов говно. Очень любят люди показывать, сколько у них вещей в доме. То есть, например, фотографии с вещами, да, вот с такими вот, с шмотками. То есть, шмотки должны быть раскиданы везде. На полу, на телевизоре, на кушетке, на диване. На люстре я сегодня видел вещи там какие-то. Спальню нужно сфотовать, чтобы везде были раскиданы там какие-то прокладки, шмокладки, какие-то бумажки, какие-то, знаете, я даже не хочу думать, что там лежало вообще. С кучей вещей, шмоток, как бы тут же какой-то чемодан, там, знаете, как для полетов за границу, на нем еще накидан вот так вот шмоток. И это не одна квартира. Я видел сегодня несколько таких квартир. Я видел сегодня джакузи, в которой валялась, валялись просто вещи. Джакузи, которые используются как шкаф, видимо. Там просто какие-то футболки нестиранные, еще там что-то. Типа вот, видимо, у них, не знаю, или джакузи не работает, или еще там что-то происходит. Я уже не говорю про убогие дизайны, которых, в принципе, нет. Я ищу квартиру какую-то, и я молюсь, чтобы я увидел пустую квартиру. Ну, те, кто не в курсе, в Израиле в основном сдают пустые стены. На этих стенах нет ничего. Вам, возможно, придется их еще покрасить для того, чтобы они нормально выглядели. А потом завести всю свою мебель. То есть вы, как жук-навозник, должны накупить себе все. От трусов до последней ложки, да. Ну, ладно, трусы, ложка, это, в принципе, вещи такие для личного использования, ладно. От дивана до холодильника, тумбы до телевизора, до всего-всего-всего-всего. До шкафов, в которые вы будете складывать свою одежду. Любой шкаф вы будете перевозить с собой. Если у вас попадется квартира, которая чем-то заполнена, хотя бы частично, полностью комплект, заполнения такого в Израиле просто нет. Но бывает вам, например, оставляют свой холодильник. Изредка, очень редко. Это еще хуже на самом деле, потому что вы уже на прошлой квартире стопудово купили себе холодильник. И у вас теперь два, сука, холодильника. И вам некуда деть, там, тот или другой, да. Такая же история и со шкафами. У вас есть свои шкафы. Если там уже стоит шкаф, и он занимает все место, вам, получается, нужно выкинуть или оставить на предыдущей квартире свой. А вы за него отвалили, как бы, неплохие деньги. То есть такие вещи. Я уже не говорю об этих горе-квартирах, которые, эти квартиранты, которые пересдают тебе квартиру и говорят о том, что ты должен купить у них их вещи. Мы как-то приходили, смотрели квартиру. Это было, наверное, год-два назад. Люди нам говорили, мы возьмем только тех вместо себя, кто у нас купит вот это вот за миллиард шекелей. Там был стол какой-то дубовый, там еще что-то. Может и вещи были неплохие, но не суть. Эти вещи нам нахрен не нужны. Они дорогие, они не в нашем дизайне. И плюс ко всему, у нас есть свое. У нас нет лишних двух тысяч долларов отдать вам. Типа, если вам так нужно что-то продать, продавайте это в том же сраном Яджтайм или в Фейсбуке сейчас. Ну, хотя нет, смотри, на любую вещь есть свой покупатель. А вопрос цены. Вы в Израиле вряд ли продадите вещь за ту цену, за которую вы это купили. Или же, если сильно не сбрасывать цену. Поэтому вам придется на вторичном рынке сильно сбросить. Пытаются сдавать просто всякое дерьмище за какие-то золотые слитки. Когда вы смотрите квартиры с убитыми кухнями, с какими-то абсолютно несовременными. Это даже не дизайн, ребята. Это просто несовременное, опять же, дерьмище. Просто дерьмо. С какими-то квартирами, выходящими на оживленные трассы. Просто невероятно. И за это как бы хотят какие-то безумнейшие деньги. Но, опять же, ладно. Рынок есть рынок. Если выставляют, хотят. Возможно, у них будет свой такой же потребитель. Но, смотря все вот эти вот фотографии, объявления, создается впечатление, что основная часть людей, которые этим занимаются, это просто какие-то шимпанзе. Просто шимпанзе, которые показывают свои вот эти вот пещеры. Это просто пещеры. Но я уже не говорю про эти всякие маленькие разделенные квартиры. То есть мы, скажем, сейчас посматриваем что-то более нормальное. Я смотрю что-то типа квартиры, которая у нас вот эта вот наша существующая, в которой мы живем. И она, ну, довольно большая, довольно светлая. Она с балконом. Она в новом доме. Не должно быть каких-то, знаете, больших сюрпрайзов на эту тему. Но когда ты смотришь, то есть даже может быть и квартира ничего. Просто ничего. Вот нет такого, что ты увидел за полторы-две тысячи долларов в центре страны. Да, я сейчас говорю про центр, потому что у нас нет как бы мысли переезжать на какие-то периферии идиотские, которые нам постоянно пхают, знаете, в этих, в комментариях. Вот кто-то из вас любит нам пропихивать. А чё вы там забыли? А переедьте в тьму тараканьки, ебеденец. Ну, ребят, если вам хорошо в тьму тараканьи, в тьму таракань-ни, да? Так я правильно? То я вас поздравляю. У меня есть свой как бы центр жизни. И мне его сильно вот кардинально менять, знаете, как бы не камильфо. Поэтому, да, я могу искать не только в Питахе, я могу искать, там, конечно, в Тель-Авиве я не смотрю, в Рамагане я не смотрю. Там, да, я могу смотреть... Нищеброд! Нищеброд, да. Я могу смотреть в каких-то таких же городах, там, не знаю, спутниках, как бы, где-то вот здесь, вот там, Гуждан, может быть, там, Севернее, Шарон, там, такое. Но это не суть, цены тут везде одинаковые, в принципе. И в этих домах вас ждёт какая-то срань просто. То есть люди даже не могут нормально прибрать вещи, чтобы сфотографировать. Мне же не нужны какие-то фотографии, там, прямо на обложку журнала Vogue. Дизайн Майпитахтиква. Нет, конечно. Но мне хотя бы нужно, чтобы это не выглядело как дерьмище, как говно на палке. А как мы приходили в квартиры смотреть, это мы уже рассказывали. Да, вот ровно год назад, ну, чуть-чуть меньше, чем ровно год назад, мы ходили смотреть вот здесь вот напротив, в новом доме, квартиру. Три комнаты, новый дом, высокий этаж, хороший вид с балкона, большой балкон. Вот мы заходим в квартиру, и там вот точно, что я вам описываю. Просто срань, раскиданная вот так вот. Они как будто перед нашим приходом просто ходили и вот так вот раскидывали все эти свои вещи, своего ребёнка. Памперсы вонючие валяются на полу. Вот так вот всё. Вы знаете, типа, тут тапок в сникерсе, там, тут таракан какой-то задавленный, тут ещё что-то. А тут, короче, памперс вонючий с говном, памперс с говном лежал. Как бы, и они такие, ой, ну, простите, что у нас тут такой беспорядок, да, простите. Но в тот день у них был день приёма. У них приходили не только бы, у них было несколько посетителей, как бы, да, смотреть ту квартиру. А как насчёт не заходите в гардероб, там у меня бардак? Да. У тебя по всей квартире, блин, бардак, а как я могу не посмотреть гардероб вообще? В квартире разорвалась атомная бомба. Не заходите в гардеробную. Чё, блин, не заходить в гардеробную? В квартире за 1800 долларов я не зайду в гардеробную? Насколько нужно быть, сука, отбитой обезьяной, чтобы вообще себе представить, что люди пришли смотреть тебе квартиру? Ты, ладно, не успел её хотя бы там убрать, всё. Я не понимаю, что ты не успел убрать? Ты не успел взять мешок для грязного белья и покидать туда бельё с пола, что ли? Это сложно сделать? Ты не успел убрать никогда, да, потому что там было говно на всём. Там краны не чистились просто никогда со времени сдачи этого дома. Вот ещё, кстати, интересный момент. Сантехника, ребята. Не ждите нигде... Это я, опять же, к новым репатриантам, да, любимым нашим, которых мы так ждём. Не ждите нигде какой-нибудь там, не знаю, сантехники, которая стоит больше 5 рублей. Здесь нет такой сантехники. Любая сантехника, я уже не раз обозревал, как бы, да, любая пипирка в соседнем магазине будет у вас стоить там минимум, там, не знаю, 100 долларов. 100 долларов будет стоить вот такой вот краник, вот такого размера. Просто смеситель обычный, да, вот горячая и голодная вода. 100 долларов это минимум по скидке местного производителя. Помните, мы ходили и снимали вам в дизайн-центре, там, какие-то за большие деньги и так далее. И вы скажете, о, ну если я заплачу какие-то нормальные деньги за квартиру, то там, наверное, будет стоять такая сантехника. Вот это там будет стоять. Вот это. Вот такой вот моржовый хер там будет вам стоять. Будет вам 3000 долларов эта квартира стоить. Это не важно. Это не важно. То есть, это всё равно 3000 долларов в Израиле это не люкс. Это не лакшери. Понимаете, это просто обычная квартира, или в ней будет больше комнат, или же она будет находиться в более дорогом городе, районе. Там, не знаю, высокий этаж, новее дом, типа, всё. 3000 это не люкс. За 3000 у вас будет вот это. Никакой хорошей сантехники там не будет. На потолке у вас будет вот такая лампочка висеть. Вот эта балболыська вот эта вот за, блядь, за сколько она там? Ильича. За два шекеля вот эта лампочка Ильича. Да у Ильича, наверное, стильнее лампочка была, чем эти. Нахера они их вешают вообще? Вот эти вот балболыськи вот эти. Ладно, понимаешь, ладно. У вас нет как бы люстры, у вас висит эта лампочка на проводе. Мне одно непонятно. Нахера на этих лампочках на проводе, знаешь, вот этот вот белый закрыватель как бы дырки на потолке, знаешь, который вот этот вот ездит туда-сюда. Вот это вот нахера эта херобора вообще нужна? Она что? Она не держится никогда у потолка, она постоянно сдвигается вниз. И просто какая-то вот, вот эта вот лампочка с какой-то манишкой вот такой вот белой. То есть, ребята, все, все, без исключения, осветительные приборы в нашей квартире, наши, наши, все до единого. Когда мы будем отсюда уезжать, я это все сниму. И буду с собой вот это подмышками, как еще одна горилла вот эта по Израилю с этим, да, платить какие-то безумные деньги за перевоз. То есть, а чтобы вы знали, знаете, сколько стоит перевезти квартиру как бы вот в Израиле? Давайте, киньте мне сумму, подумайте вот, вот сколько, да, чтобы переехать из соседнего дома сюда. Мы тут недалеко просто жили, да, вот буквально соседний дом. Нам все равно пришлось заказывать машину и грузчиков, потому что у нас все вот это, все вот это, на чем мы сидим, вот это все у нас уже было. Они умудрились, да, это покоцать, ну, как бы, окей, не об этом сейчас речь. А о том, что нам это стоило сколько, Ален, 3000 шекелей, да? Три с половиной, то бишь ровно тысячу долларов. Тысячу долларов нам стоило переехать 150 метров. Да, вы скажете, то ты мог сам все это таскать. Да, конечно, так вот том-то все дело, что у меня нет выхода. Я даже из соседнего подъезда в другой подъезд должен заплатить эти самые тысячи долларов, потому что все равно приедет бригада, все равно они будут грузить-то на машину и все равно они будут перемещаться. Им все равно, куда ехать. Сама поездка занимает что сюда, что в соседний город не так уж много времени. За такую цену вам никто ничего не запаковывает. Это не то, что пришли, собрали, все аккуратненько перевезли. Вот это вот вам перевезут за такую цену. Вы все сами запаковываете, а если вы этого сами не сделали и понадеялись, то с большей долей вероятности вам это коцнут. Ну, телевизор там в одеяло, разве что они там скажут, одеяло у вас здесь какой-то телик завернуть, а могут и так взять понести. И если они коцнут, они ничем не отвечают. Ничего вы не сделаете. Они скажут, извините, сколько у нас было этих перевозок, сколько у нас было всего этого дела. Если что-то вам коцнули, извините. Это так было там или еще что-нибудь, или ой. А сейчас, если мы будем переезжать, у нас вещей уже больше, потому что квартира оказалась больше, мы уже, знаете, там не вмещаемся, там зимние вещи, там шкафчик какой-то купили со вторых рук, там еще что-то, вот когтиточку новую сделали, еще там что-то. И теперь нам перевезти это все. Ну, я, знаете, я предполагаю, что это мне встанет где-то в тысяч пять. Пять тысяч, те же, да, полторы тысячи долларов. Я должен заплатить за целый месяц проживания в квартире, да, вот за переезд, получается. И если квартира будет через риэлтора, это вообще жопа полная, потому что риэлтор в Израиле берет ту же самую месячную плату. Не полумесячную плату, как я знаю в определенных странах СНГ, а месячную плату. То есть, если вы въехали, и у вас полторы тысячи долларов квартира, то полторы тысячи вы отстегиваете риэлтору. Без риэлтора найти можно, можно, но выбор ограничен в половину тогда. Типа, есть люди, которые специально сдают только через риэлторов, вот такая вот кухня. Мы вот эту квартиру сняли без риэлтора. А, она стояла с риэлтором, да, потом мы поискали ее без риэлтора просто. Ну, как это, знаете, бывает, нашли. Но мы бывало ходили на квартиры, в которых нас подписывали прямо, что вот я риэлтор, я вас подписываюсь и снимайте эту квартиру, потому что у них как бы эксклюзивность на нее, и мы пытались ее найти через какие-то там объявления и не находили. То есть, видимо, действительно это было как-то эксклюзивно. Такие вот дела. Как только я начинаю касаться этой темы, мы сейчас еще не переезжаем. Мы просто начинаем проверять рынок. Но я только начинаю касаться этой темы, меня начинает телепать. Потому что стоит этот переезд безумные деньги. Переезжать нужно, как жук-навозник, вот это вот все с собой запаковать, а потом там это все распаковать. Вы представляете, сколько сил и терпения, и денег, самое главное тоже, сколько это все вместе занимает обустроить абсолютно голые стены. Вы понимаете, это безумный труд. То есть, вы въезжаете в квартиру, в которой нет этого всего. Нет карнизов, нет никаких штор, нет уборки. Да, вы въезжаете в квартиру, в которой часто говно. Вы въезжаете в квартиру за столько тысяч долларов, и вы должны ее драить. Вы будете драить сантехнику, будете драить унитазы, потому что вам оставят грязные унитазы. Будете драить ванную, потому что никто ее не помоет с нормальными чистящими средствами до вас. Что? Заказать как бы уборку перед тем, как сдать квартиру? Вы же, над вами посмеется любой нормальный израильтянин. Никто так не делает. Ни одна квартира. Ну, как бы, опять же, в этих ценовых категориях. Может быть, если вы снимите квартиру за 10 штук, я не знаю, может быть, там что-то и вам и перепадет в плане уборки. Но в обычном как бы сегменте, да, в обычном, скажем, высшесреднем, где все-таки мы смотрим только на новые дома, я про старье вообще не говорю, про этих домах на куриных ножках, вот эти вот с песочными стенами. Знаете, нас вот периодически спрашивают, а в чем разница, типа, вот старый дом или новый дом? Я вам скажу, в чем разница. Примерно разница в 10 градусов Цельсия зимой. У нас зимой, скажем, будет 22 градуса, да, это при том, что окна все сифонят. Окна просто сифонят, просто у вас будет ветер задувать таким... Помните этот мультик, там, Морозка или что-то такое, да? То есть, да, будут сифонить окна, но хотя бы стены не будут сифонить. На стенах может быть плесень, тоже как у нас, стены могут быть мокрыми, тоже как у нас, но хотя бы они не будут сифонить, потому что в квартирах, в которых вот это сделано, старые песочные, там, из шлакоблоков, палок и говна эти стены, вы просто руку прислоняете к стене, и вы не верите, что через стену вы можете чувствовать ветер. Ветер! То есть, я не вру. В туалете 13 градусов. В туалете 13 градусов Алена мне до сих пор вспоминает, как страшный сон, потому что у нас это было. Я в такой квартире прожил долгие годы, ну, Аленка просто попала еще на зиму очень холодную, но я прожил там долгие годы. К этому, ко всему привыкаешь. Но разница именно в этом. Разница именно в том, что летом будет менее жарко, а зимой будет менее холодно. Ладно, надеюсь, вы будете готовы, когда приедете в Израиль, ко всем этим прекрасностям, ко всем этим чудесным трансформациям своего эго, когда вы столкнетесь вот с этим вот рынком недвижимости израильским, просто вот лбом, понимаете? Всем удачи! Спасибо, пока! Субтитры подогнал «Симон»!